всем привет наконец-то я закончила свою небольшую компанию и решила вам показать как я вязала своих котов подушек и так я вам сейчас покажу вот какие у меня получились вот у меня их 8 штучек я надеюсь моя девочка будет очень довольна я решила также обратите внимание каждую пару вот у меня одна пара 2 пара отделить как вы видите мышки с разными бантиками ленточками цветами вот потом следующая пара и так далее до конца вот смотрите черный кот и серый у меня тоже пара желтыми бантиками и серый и бежевого у меня другая пара получается 4 пары котов и так я надеюсь что вам нравится то что у меня получилось и захотите присоединиться вязать не думаю же все как бы желанием таким напитались запасайте хорошим настроением в общем ровных петелек мы начинаем вот нам понадобятся такие материалы в принципе я для всех котов использовала для основы alize lana gold с метражом 240 метров 100 граммов для рябых котов я использовала 651 как вы видите у меня на экране для черных котов 60 для молочного кота такого желтенького светлого 62 и для серого 685 если не ошибаюсь в общем также вам понадобятся остатки белой пряжи но я взяла уже alize lana gold fine мне кажется что здесь обычной ланой с толстым метражом ну как бы будет грубовато смотреться сама лапка это поэтому я решила сделать ее более нежнее более такой тоньше из тоньшей нитки поэтому все равно я вам рекомендую использовать ее если же вы будете вязать черного кота то я же говорю что используйте черную пряжу если рябого кота рябую пряжу и так далее то есть я в принципе вам сейчас буду показывать как я вязала стандартного черного кота так я вязала все только в полосатых катах те которые у меня серый и молочный я как бы просто меняла в течение вязания ниточку все дело тоже самое то есть смотрите вы просто где-нибудь меняете ниточку где вам хочется сделать полоску и все они не ничего не меняете именно в схеме по вязанию вот основу я не стала как бы вам показывать как я вязала я там набрала всего лишь 121 петлю и провязала у меня получилось ширине приблизительно если свернуть квадратиком 32 сантиметра той высоту где-то провяжите 31 32 сантиметра для того чтобы у нас получился квадратик то есть вы набираете 121 петлю вяжите жемчужной вязкой можете посмотреть ее у меня в видео уроках записанных ранее там на самом деле очень простая такая вязка и очень красивая в итоге еще и называют народе путанка рис ну то есть посмотрите кто не знает затем я поэтапно вам покажу как я вязала лапки хвостик и так далее в общем для вязания вам понадобится еще раз повторюсь пряжа такого цвета какого вы хотите остатки белого обязательно потому что у вас белый цвет будет лапки на любом коте и так спицы чулочные вам понадобится 4 штучки желательно берите побольше диаметром я взяла четверку с половиной но не рекомендую брать выше четверки с половиной потому что будет слишком растянута и не очень красивые такие петли будут вытянуты также вам понадобится две обычные в общем для обычные спицы длинные да мне тут пришла помощница помогать в общем увидела своих родственников две обычные спицы три с половиной в диаметре ножницы крючок ленточка если допустим у вас и черные либо получается кошечка сейчас меня отвлекает если у вас черный кот либо рябой вам понадобится клетчатая ленточка также вам понадобится кусочек флиса красного и фетра в общем игривая простите понадобится кусочек фетра красного и флиса белого и коричневого коричневый для носика белый для мордашки и красненький для кармашка вот и понадобятся вам также такие цвета ниточек обычный для того чтобы пришить карман вам понадобится красный для того чтобы пришить носик вам понадобится коричневый и белый для мордочки черный как бы вам в принципе нужен только для вышивания бровей а так если у вас будет такой ну как бы нейтральный в принципе я вы если хотите можете использовать ниточку не стану не такую необычную черную для шитья а для вязания я просто вытаскиваю там ниточку она получается такая как мулине пышная и ну я просто двумя стежками сделаю допустим бровки то мне нравится больше как вяза вязальная ниточка смотрится на бровях чем я когда попробовала вышивать обычной для шитья ниточки в общем вы смотрите по ходу вязания как вам нравится как вам удобно и конечно же обязательно вам понадобится сантиметр для измерения вам сколько нужно будет провязать высоты и так далее в общем провяжите сначала основу и я вам далее покажу как это к этой основе связать и лапки хвостик в общем как сделать сборку правильно и сделать носик в общем и так мы начинаем и так для вязания хвостика нам понадобится 4 чулочные спицы я взяла четверку с половиной можете взять меньше больше брать не рекомендую в диаметре спицы берете одну спицу и и оставляете буквально сантиметров 12 ниточки и на первую спицу набираете две петли обычным классическим набором теперь присоединяете второй и нам всего нужно набрать 11 петель 2 мы уже набрали значит нужно набрать 9 итак 3 4 5 6 7 8 9 10 11 теперь немножечко приспускаете ту спицу вторую которую мы присоединяли и распределяем на 3 спицы по 3 петли то есть первая спица 3 петли и вторая спица 3 петли вот так снимаете на третьей спице у вас должно остаться 5 петель теперь соединяете их вот таким образом короткий край ниточки вытаскиваете а длинный под первую спицу загоняете и спускаете получается с той спицы где у вас 5 на первую спицу где вы спускали 3 и делаете вот такой вот как своего рода протяжку вот так вот последнюю получается при наборе первую петлю спускаете на последнюю вот теперь подтягиваете все спицы могут выскакивать на первом ряду спицы поэтому аккуратненько следите за этим немножко у меня тут черные ниточки не сильно видно вам но вот так вот распределив вас получается на 1 спицы 3 петли на 2 спицы также 3 петли и на 3 спицы 4 петли и подтянул вот этот короткий краешек хорошо начинаете первый ряд наша четвертая спица будет ходовая и провязывайте все петли с первой спицы лицевыми теперь со второй спицы все лицевыми придерживайте спицы могут выскакивать поэтому аккуратненько придерживайте все спицы и третья спицы все полностью лицевыми петлями и продолжаете вот этот короткий краешек вытаскиваете между спицами а длинный натягиваете и им будете вязать все как обычно все стандартно продолжаете вязать второй ряд лицевыми все петли со второй спицы все лицевыми придерживайте аккуратненько спицы еще раз повторюсь для того чтобы не выскакивали и продолжаете все все петли вязать лицевыми по кругу если вы обратили внимание мы замкнули в круг и вяжем все петли по кругу вот видите мы уже провязали второй ряд теперь провязываем третий ряд извините будет немножко смыкаться видео так как с не очень удобно с четырьмя спицами снимать ниже так вот третий ряд заканчиваем и так далее нам нужно вязать по кругу пока пока не наберется вот здесь вот высоты получается вот этой высоты 22 сантиметра после того как вы провяжете вместе со мной 22 сантиметра я вам покажу что мы будем делать дальше вот я провязала 22 сантиметра высоту или длину нашего хвостика и сейчас у меня ниточка находится между спицей где 3 петли между спицей и 4 петли смотрите берете спицу и провязываете первые две петли как обычно лицевой две последние петли вот так вот переворачиваете как бы их снимите и переверните вот другой я даже не знаю как вам показать но чтобы смотрели они в другое направление не бабушкиным способом а в другой не берете их вместе провязываете одной лицевой для чего мы перевернули для того чтобы наша третья петля была главнее чем четвертая то есть мы как бы на нее наложили и получилось очень довольно таки красивое сокращение теперь ниточку нашу обрезаете и присоединяйте белый цвет обычным узелком соединяете два цвета максимально ближе старайтесь для того чтобы не было растянутой петли вот мы соединили и кончики можете немножечко еще короче сделать для того чтобы они нам не мешали когда будем вязать теперь продолжаете вязать первый ряд снова провязываете все петли лицевые так как я взяла белый цвет немножечко тоньше чем наш основной черный цвет то у меня не нужно никаких сокращений делать ничего у меня хвостик будет немножечко сейчас идти на уменьшение наш кончик мы сейчас будем делать заканчиваем если же вы взяли такую же толщину как и черного цвета то есть лана голд либо там подобная какая-нибудь с метражом таким то вам придется сделать сокращение как я вам показывала делаете вместо 4 3 то что также вам нужно под этим сокращением сделать несколько сокращений по ходу вязания но я буду делать так как у меня поэтому итак мы подошли ко второму ряду и продолжаем вязать нашей жемчужины нашим узором или рисом я вижу изнаночную лицевую изнаночную вторую спицу наоборот чередую и так до конца ряда то есть изнаночную лицевую изнаночную лицевую если переходите меняете спицу то соответственно продолжаете держать наш узор то есть если там была лицевая здесь изнаночная первая и так продолжается второй ряд третий ряд вот сейчас вот эти перешла первый ряд мы почему провязали просто лицевыми для того чтобы красиво сделать и плавный переход из света в цвет то сейчас я продолжаю вязать нашим рисовым узором или жемчужину еще раз повторюсь так продолжаете нам нужно сделать еще вот я сейчас провязываю получается третий ряд еще нужно сделать ну приблизительно я допустим делаю вот этот кончик где-то в шестнадцать рядочков то есть если мы сейчас провязали три рядочка то еще нужно провязать где-то приблизительно 13 рядочков то есть 13-14 можете и так таким образом продолжаете вязать даже вам не скажу сколько сантиметров но приблизительно чтобы у вас всего было где-то с переходом цвета чтобы было где-то приблизительно 17 рядочков то есть если посчитать по вот этим рисовым букальком через ряд которые идут у вас должно быть приблизительно 8 штучек вот таких вот 1 2 и так далее 8 штук вот я провязала наши 17 рядочков и у меня получилось по 8 вот этих вот шишечек песенок таких вот в одном ряду и в соседнем ряду у вас тоже приблизительно также но в общем либо провяжите 5 сантиметров я померяла вот этот белый кончик 5 сантиметров и довязать до вот этого места где у нас было сокращение черного цвета мы сейчас тоже будем сокращать но как мы будем это делать если у вас здесь первая как у меня изнаночная вот первая петля то провяжите ее просто лицевой а вторая лицевая поверните вот так вот снимите и оденьте другим вот как у вас было допустим повернуто бабушкиным способом а вы ее снимите и переверните то есть за нее вот так вот и вместе с изнаночной провяжите лицевой если у вас была первая лицевая то тоже поверните ее и продолжайте вязать лицевой спицу одну отлаживаете и приступаете ко второй тоже снимаете сзади нанизываете провязываете вместе лицевой нам нужно сейчас максимально сократить теперь снова лицевая убираете одну спицу и снова перенизываете ее вот таким способом я беру другую спицу мне не очень удобно выворачивать себе руку поэтому провязываю так вот лицевую изнаночную вместе и снова последнюю лицевую переворачиваем и провязываем вместе с изнаночной будет не слишком нам удобно постарайтесь кому вообще неудобно то возьмите лучше крючок провязываем лицевой и вот эту последнюю петлю которую вы провязали одеваете на предыдущую спицу у вас на одной спице получается 1 петля а на 2 4 берете нашу спицу следующую и вот так вот нанизываете на нее на последнюю все три петли по очереди теперь снимаете ее на спицу и переносите вот так вот на вторую спицу где у нас была одна петля и ее тоже последнюю так вот нанизываем подтягиваем хорошенько и берем отрезаем вот так вот хвостик небольшой берем крючок вводим вот так вот и делаем две воздушные петли и затягиваем хорошо затяните прям так этот узелочек подтяните к самому концу самому краю и введите крючок вот так вот под наше вязание максимально ближе к нашему узелку и зацепите его вы видите через низ вот так вот все здесь подтяните где-то если зацепили ниточкой тоже подтяните этот край обрежьте максимально ближе к самому вязание вот так вот растяните наши немножечко вязание переход белого черного либо у вас там какие цвета я немножечко растяну чтобы у меня был не такой грубый переход чтобы не такой пипинчик получился а вот у меня получилось окончание наш хвостик готов поэтому